Еще несколько дней назад окраина Титовки напоминала настоящую свалку. Чего здесь только не было. Грудопластиковых бутылок, грязных тряпок, целлофановых пакетов, старых коробок и никому не нужных вещей. Пять тонн отходов, следы невоспитанности и халатного отношения к окружающей среде. Вопиющий случай на контроле администрации Ленинского района. Данные свалки выявляются несанкционированы, принимаются меры, то есть дается поручение коммунальным предприятиям на их уборку. За прошлый год, 2022, выявлено 43 несанкционированные свалки. Все они убраны, все они были ликвидированы нашими коммунальными предприятиями. Подобную картину периодически можно увидеть в Еловиках, микрорайонах Западной и Киселевичи. Что сюда нерадивые горожане только не скидывают. Ликвидацией несанкционированных свалок занимается спецавтопредприятие. И это с учетом того, что мусор с частного сектора вывозится еженедельно. коммунальщики предлагают воспользоваться ДОП-услугами. Могут обращаться к нам по телефону 59-75-05 или по адресу Орженикидзе, 101-А. Мы производим по заявкам дополнительный вывоз мусора. С строительного мусора это платное, в зависимости от объемов мусора. Администрации районов, санэпидемстанция и инспекция по охране природы постоянно проводят мониторинги. Меры по борьбе с нарушителями применяются жесткие, но эффективные. В местах скопления свалок специалисты устанавливают скрытые камеры. Штраф за свинство – до 37 тысяч рублей. Был случай, когда физическое лицо в феврале текущего года вывезло отходы на личном транспорте, оборудованном прицепом, в лесопарковую зону микрорайона Киселевич. То есть этот факт был запечатлен на средствах фото-видеофиксации. Виновное лицо было установлено, вина его доказана, и он привлечен к административной ответственности. Беларусь сокращает количество отходов, переходит с полиэтиленовых пакетов на бумажные, с пэт-бутылок на стекло, отказывается от одноразовой посуды взамен на то, что не оставит от себя следа на планете. Так может, стоит принять в этом участие каждому и хотя бы донести мусорный мешок до контейнера. Ведь это, казалось бы, так просто.